Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуйте! Новости на телеканале Ника Плюс в студии Ольга Пименкова. Горячая вода сегодня придет не во все районы города. Как сообщают в пресс-центре петрозаводских коммунальных систем, городская ТЭЦ дала разрешение на начало подключения горячему водоснабжению 5-го поселка Древлянки, Сулажгоры и Октябрьского проспекта. Разрешения на подключение Куковки, Галиковки и Зарики пока нет. Мэр города обратилась в прокуратуру и просит принять срочные меры в связи с тем, что в Петрозаводске до сих пор не налажена бесперебойная подача жиженого газа. Как сообщает пресс-центр администрации Петрозаводска, за прошедшие сутки в единую диспетчерскую службу поступило 340 обращений граждан с жалобами на отсутствие газа в квартирах. Как сообщили в прокуратуре, проверка по фактам отключения домов от газоснабжения уже проводится. В эти выходные в городе без голубого топлива остались 13 домов. А в пресс-службе Карелгаза сообщили, что поставки газа налажены. Сейчас городу подходят более 100 тонн голубого топлива. Из предыдущих запасов вчера было залито в газораспределительной установке 30 тонн, столько же должно быть залито и сегодня. Напомню, каждый день Петрозаводск потребляет около 15 тонн жиженого топлива. На сегодняшний день, утверждают в Карелгазе, к газу подключены все дома. Петрозаводск Эту потерянную набойку петрозаводчанин Сергей нашел на Древлянке, в колесе своего велосипеда. Она воткнулась в мое колесо, прямо по горло и все, моментальный спуск колеса, остановка движения, я не могу продолжать ехать дальше. Это говорит о том, что по тротуарам ездить небезопасно. Там могут валяться всякие неполезные штуки, типа осколков, гвоздей, набоек в данном случае. Опасность может поджидать также и на проезжей части. Только за последние два месяца в Петрозаводске зарегистрировано 6 ДТП с участием велосипедистов. Поэтому для ездоков администрация совместно с активистами движения ВЛАВ разработала единую карту велодорожек. Поставить предупреждающие знаки, нанести разметку, в непроходимых местах насыпать щебень и каменную высыпку планировали от набережной до Древлянки. Проект был разработан администрацией вплоть до Комсомольского проспекта по велодорожке. То есть это то пространство, которое касается береговой полосы, вдоль реки Лассасинка должно было все превратиться в велодорожную сеть. Но предусмотренные в прошлом году средства позволили сделать велодорожку только до площади Кирова. Длина дороги от набережной до площади Кирова 2 километра. Дальше велосипедистам приходится выбирать, как в сказке. Направо поедешь – опасность встретишь, налево поедешь – бездорожье увидишь. Один из самых трудных участков – вдоль реки Лассасинка. Оно соединяет основные районы города. Здесь очень удобно Древлянка, Перевалка, центр Галиковка, Зарика. Отсюда очень удобно поехать, допустим, в район Октябрьский через набережную. Очень удобно поехать в сторону Ключевой. До июня активисты все же надеялись, что администрация города выделит сумму из городского бюджета в 6 миллионов рублей, чтобы продолжить велодорожку от площади Кирова до Комсомольского проспекта. Ждут до сих пор. Однако огорчаться не стоит. То, что в этом году будет делаться, это создание велополосы на территории по улице Сыктывкарской. Это вот за торговым комплексом «Лотос-Плаза», небольшой кусочек территории, так как депутатам были выделены деньги, 2 миллиона рублей на благоустройство этой территории. Новый участок велодорожки должны сделать до конца года. Пока же любителям двухколесного транспорта придется быть особенно внимательными на дорогах. Дина Тазан, Иван Медведев, телеканал Ника+. Страдают велосипедисты и от воров. Сегодня жительница Петрозаводска Людмила Бабурина выложила в сеть видео, на котором видно, как злоумышленник, не сумев украсть велосипед, уносит колесо от него. Кража происходит на улице Университетской. Как рассказала Людмила, велосипед ее дочки уже три года летом стоит пристегнутый на цепь возле входа. Так как над подъездом установлены камеры, которые обычно отпугивают воришек, хозяйка велосипеда не опасалась за свое имущество. Но этот вор оказался наглее других. Сам велосипед украсть молодой человек не смог, снял только колесо. Грусть пусть на сердце не лежит, мне все на свете по плечу. Хозяйка велосипеда считает, что вор явно хотел славы, поэтому выложила видео на всеобщее обозрение. А если вы знаете этого человека, пишите Людмиле. Гибель людей на карельских водоемах приобретает угрожающие масштабы. Только в этом году на реках и озерах республики погибли 38 человек. Восьмерых рыбаков, пропавших без вести, спасатели ищут до сих пор. Об этом рассказали на Госкомитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. Как рассказали в Госкомитете, в 2013 году на водоемах погибли 50 жителей республики. В 2014 году 69 человек. В этом году 38. Основная причина гибели – несоблюдение элементарных правил поведения на воде. В этом году, по сравнению с прошлым годом, у нас в эту цифру 38 человек, это большинство дают нам рыбаки. Потому что вода не так теплая, купание редко. Мы видим, чтобы купались где-то дети и все. А вот рыбаки нам эту цифру подняли. Восьмерых рыбаков, пропавших без вести, ищут до сих пор. Последний случай исчезновения людей во время рыбалки произошел 11 июля в Сегежском районе. Трое молодых людей рыбачили на выгозере и пропали при странных обстоятельствах. Двое из них – сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний. По словам представителей МЧС, поиски проходят сложно. Сейчас непонятно вообще, куда они просто делись. Никто не можем найти, ни очевидцев, кто бы видел, откуда они выходили. Есть только данные, что выехали на это озеро, а конкретно откуда они выходили, где они рыбачили, где ставили сети, где ночевали, никто не может найти, никто не знает. В этом году сотрудники МЧС спасли на водоемах около 40 человек. Как сообщили в Госкомитете, карельские спасатели считаются одними из лучших на Северо-Западе. Однако даже они не всесильны. Людям, живущим в краю рек и озер, не стоит пренебрегать правилами безопасного поведения на воде. Сегодня стартовала третья гонка крейсерского этапа 44-й всероссийской парусной регаты «Онега Банковский кубок». Гонки проходят без происшествий. Погода радует спортсменов. По результатам двух гонок в классе «Опен-800» лидирует команда из Санкт-Петербурга. Яхта «Джулия», на которой выступает команда с петрозаводскими участниками, пока на последнем месте. Среди четвертонников лучшее время показывает команда из Нижнего Новгорода. В классе «Яхт-32 фута» соревнуются всего две лодки. На первом месте команда из Москвы, на втором – спортсмена из Кондопоги. Это все на сегодня. В студии работала Ольга Пименкова. Всего доброго и только хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова